Это День города, в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. В заявительном порядке, как оформить мобилизованным кредитные каникулы? Банк разъясняет. Плюс два к коррупции. В следственном комитете рассказали подробности дел о хищениях. Первый урок на малой сцене. В Рязанском театре драмы уже ставят премьеру. В Рязанской области продолжается мобилизация. Губернатор Павел Малков уже заявлял о том, что все призванные в эту кампанию обеспечены всем необходимым. Тем не менее, по его же словам, несколько местных предприятий запустили производство товаров для нужд военнослужащих. По словам Малкова, это особенно важно в условиях специальной военной операции. Знаю, что у нас выпускают обувь, спальные мешки, трикотаж определенной одежды, рюкзаки, спененные коврики. Прорабатываются некоторые другие вопросы. Например, насколько знаю, вопрос выпуска газовых горелок. Поэтому возможностей здесь очень много. Я уверен, что дополнительные еще появятся у нас производства, которые будут работать на нужды мобилизованных и армии в целом. При этом хочу отметить, что загрузка предприятий очень высокая вот в этой сфере. Участники спецоперации на Украине могут обратиться в кредитные организации для приостановки платежей по кредиту. Такой закон одобрил Совет Федерации еще 4 октября. Документ будет действовать задним числом с 24 февраля этого года. Как каникулы эти получить и в чем их суть, совсем недавно разъясняли родственникам мобилизованных, а мы обратились непосредственно к исполнителям. Так называемые кредитные каникулы начинаются с заявления. Конкретно сейчас речь идет об участниках специальной военной операции, мобилизированных и военнослужащих. Здесь же войска Нацгвардии, добровольцы, а также сотрудники МЧС, военной прокуратуры и пограничной службы. Плюс право оформить такие каникулы по кредитам и займам имеют право и члены семей вышеперечисленных, то есть супруги и дети. Чтобы получить каникулы, нужно сделать заявление. То есть военнослужащий, мобилизованный, заемщик должен появиться в свою кредитную организацию и сделать заявление о предоставлении кредитных каникул. Причем, так сказать, как в личном порядке, так и действительно кредитные организации говорят о том, что можно подать заявление и письменно, и через почту обычную, через электронную почту банка. Единственное важное условие – кредит должен быть получен до дня мобилизации или до начала участия в СВО. В общем, до подписания контракта. Важно уточнение – кредитные каникулы многие понимают неправильно. Оплачивать кредит за заемщика никто не будет. Каникулы только временно приостанавливают платежи. Как они закончатся, кредит закрывать все равно придется. Каникулы предоставляются на весь срок службы, плюс 30 дней сверху. Если вы подали заявление, вам отказали, вы считаете, что вы полностью попадаете под те рамки закона, то тогда мы рекомендуем написать заявление с объяснениями в Центральный банк России, на наш сайт, где мы рассмотрим в кратчайшие сроки это заявление. И если действительно вы попадаете под категорию, то вам каникулы будут предоставлены. Заявление рассматривают 10 дней. Если в течение 15 суток ответа от кредитора нет, то кредитные каникулы считаются действительными. Получить их можно по всем потребительским займам, включая ипотеку и кредитные карты. Есть вариант и для индивидуальных предпринимателей, которые мобилизированы или участвуют в СВО как добровольцы. В сентябре этого года застройщики Рязанской области вывели на рынок в 2,5 раза меньше многоквартирных домов, чем годом ранее. Об этом заявляет портал ЕРЗ, Единый ресурс застройщиков. Ждать ли увеличения ввода жилья в этом году, расскажем далее. Для строительной отрасли Рязанской области сентябрь оказался не таким уж и плодовитым. В абсолютных цифрах это два объекта от двух застройщиков, почти 13,5 тысяч квадратных метров. Но в пересчете на квартиры это всего лишь 254 штуки. Не густо, учитывая, что при общих темпах падения в отрасли в прошлом году этих самых квадратных метров было введено на 60% больше. Если совсем уж усреднят, то с начала года в месяц на рынок выводили 10 квартир. Это в половину меньше прошлогоднего показателя. Такими темпами к концу 2022-го общая цифра остановится на 3,5 тысячах квартир. Это очень низкий показатель. А учитывая, что площадь самих квартир стала в половину меньше, перспективы для тех, кто хочет жить в новостройке, прямо-таки пугающие. Понятно, что в общем рейтинге регионов Рязань середнячок. Всего 44 место по вводу объектов. Понятно, что есть субъекты с более плачевным положением. Но относительно себя самой Рязанская область, в которой всегда что-то строилось, вводилось, рынок был насыщенным, сегодня выглядит, мягко скажем, непрезентабельно. Из всего введенного в сентябре рынка жилья в стране доля региона 0,3%. Не в последнюю очередь здесь оказывает влияние и количество разрешений на застройку. А вот их с каждым годом все меньше. Самым успешным в этом смысле был 2018-й. 35 разрешений, в прошлом их было всего 7, в этом и того меньше. А если учесть, что большинство строительных компаний регулярно переносит сроки сдачи объектов, в среднем на полгода, получается, что количество нового жилья, возможно, для снижения негатива в отчетности, с каждым месяцем, что называется, размазывают как манку по тарелке. Иначе показывать, видимо, вовсе будет нечего. С начала года на рынок Рязанской области выведено 11 объектов, на треть меньше, чем нужно. А обещаний-то было. Вот на ваших экранах таблица тех самых обещалок, ну или по-другому, жилья с объявленным в проектной декларации сроком ввода в эксплуатацию. Видите эти циферки? Сколько там на этот год? 32 дома и 543 тысячи квадратных метров. Вы верите, что это будет построено? Вот и мы, как-то не очень. Так что мыльных пузырей и спекуляций на вторичном рынке, скорее всего, станет больше. И вы должны быть к этому готовы. Сразу два дела о присвоении денежных средств и служебном подлоге раскрыл региональный следственный комитет. Речь, правда, идет не о каких-то заоблачных суммах, но суть дела это не меняет. Директор областного образовательного учреждения предстанет перед судом. Обвинение – служебный подлог. Дело раскрыл Кораблинский межрайонный следственный отдел Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области. Следствием установлено, что в мае 2020 года директором учреждения с коммерческой организацией заключен муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания учреждения. В ноябре 2020 года, несмотря на то, что часть предусмотренных контрактом работ фактически не была выполнена, директором учреждения подписан акт о приемке работ, содержащий недостоверные сведения о выполнении работ в полном объеме. За такой неполный ремонт под статью 292, часть 1 Уголовного кодекса директор и попал. Сотрудники следствия собрали достаточную доказательную базу. Теперь судьбу этого человека решит суд. А вот в Скопине откладывать в долгий ящик дело не стали. Теперь уже бывший руководитель офиса продаж телекоммуникационной компании, по версии следствия, особенно стесняться суммы присвоения не стал. Следствием и судом установлено, что в период с января по февраль 2022 года обвиняемый похитил у телекоммуникационной компании более 500 тысяч рублей, осуществив под видом клиента ряд электронных переводов денежных средств на свою банковскую карту посредством платежной системы денежных переводов, которой у него в силу служебного положения был доступ. В ходе следствия обвиняемый ущерб организации возместил. Сумма, правда, в пять раз меньше – 105 тысяч рублей. Но приговор суда такое содействие следствию усмягчило. Виновному дали два года лишения свободы. Условно. В назидание. Сезон официально еще не стартовал, а в Рязанском театре драмы уже премьера. На малой сцене монодрама «Первый урок» по пьесе Йорга Менке-Пайтсмайера в переводе Татьяны Троицкой. Проект создали на средства гранта президента России для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Проблематика спектакля соответствует возрасту 12+, указанному как возрастной ценз в афише. Это постановка в новом для российского театра формате «Театр в классной комнате». Действие происходит как будто в обычном школьном классе. Это происходит для того, чтобы актер мог ярче раскрыть проблему и сместить центр действия в зал, чтобы главным действующим лицом стала аудитория. Проект необычный. Проект необычный, потому что вы уже видите, что это не просто сцена, это классная комната. И сегодня мы попытаемся, насколько это возможно в наших условиях, высовывать эту классную комнату благодаря ребятам. Ребята, вы расслабьтесь, вы в классе, не обращайте внимания, не знаю, отнеситесь к этому. Вы не скажете спокойно, да? Вот как вы обычно приходите в класс? Перевод пьесы сделала Татьяна Троицкая, поставил ее Юрий Печенежский. Художником-постановщиком выступила Надежда Скомарохова. В спектакле заняты артисты Владислав Пантелеев и Денис Чистяков. После показа состоялась дискуссия по поводу монодрамы в формате круглого стола со старшеклассниками и школьным психологом, а также в присутствии завучи одной из рязанских школ и режиссера. Будучи мамой двоих сыновей, а также учителем, я не раз задавалась вопросом, как обсудить с ребенком какие-то сложные темы, как быть услышанной, как говорить о проблемах, о конфликтах в школе. И мне представляется, что театр мог бы стать одной из форм такого диалога. Принять участие в действии, в решении судьбы героя, в оценке его поступков – все это важно для личности, находящейся в моменте определения жизненных приоритетов. Спектакль не дает простых ответов, а скорее предлагает начать обсуждение некоторых тем. Дает возможность начать слушать и слышать друг друга, преодолевая предубеждения, знакомиться с возможными вариантами поведения в сложных ситуациях. Традиция проводить ежегодно на Рязанской земле международный детский художественный фестиваль «Салют мессия Петипа», посвященный творчеству великого балетмейстера XIX века Мариуса Петипа, его единомышленникам и соратникам по сцене, родилась в 2018 году – год двухсотлетия хореографа. В этом году фестиваль отмечает первый юбилей. За пять лет работы фестиваля в нем приняли участие около полутора тысяч учащихся детских художественных школ, детских школ искусств и творческих студий. В 2022 году на выставку «Салют мессия Петипа» было представлено более двухсот работ в номинациях, живописная композиция, графика, эскиз театрального костюма, эскиз декорации и объемная пластика. Здесь происходит встреча мастеров и подмастерев, и учеников. Мастер-класс, который называется «Музыка и цвет, форма и линия» или «Линия и форма», все равно. Я руководитель детской творческой студии «Калибри» Людмила Львовна Фронкина, которая сегодня ведает свои секреты, потому что у каждого художника есть свои секреты и есть свое видение мира. Поэтому очень интересно всегда встречаться с разными школами, с разными педагогами. В течение работы выставки «Салют мессия Петипа» предполагается обширная учебно-методическая и просветительская программа встречи с ведущими преподавателями города и области, мастер-классы художников и руководителей художественных студий, круглые столы для педагогов детских художественных школ, школ искусств и детских творческих организаций. Сегодня мы слушаем музыку, рисуем цвета, музыку, изображаем, которая потом у нас превратится в такой маленький спектакль с солистом. У нас не будет много пар, не будет много блерин, будет один солист, но он уже будет находиться музыкальный цвета в среде, который будет передавать то музыкальное произведение, которое дети сегодня выберут, а их три. Экспозиция выставки состоит из детских работ текущего года и лучших произведений прошлых лет. Отдельное внимание уделено творчеству преподавателей. Так, в экспозиции представлены макеты сцен к балетам, выполненные педагогами. На этом у нас все еще больше новостей на нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин